Здравствуйте, дорогие друзья! Самая важная тема нашей недельной главы Что делает с людьми вражда? Обратите внимание, любая конфликта все результаты того, что начали рождувать какую-то вражду Дав втянуть себя в конфликт, мы делаем порой такие вещи которые никогда бы не позволили себе в обычных условиях И умные, трезвые люди теряют контроль над собой теряют чувство реальности ведут себя так иррационально что потом неудобно становится от того, что ты творил или что делаешь в магнитофонной записи Так часто очень происходит, такое поведение не случайно ибо в разгар, когда конфликт начался, мы не ищем правды Официальные мудрецы, что в любом конфликте пытаются во что бы то ни стало из принципа доказать свою правоту и пострамить противника И ради этого все, что в голову приходит все орудят уже лишь бы так Наше уязвленное эго не позволяет нам признать, что мы неправы Поэтому нам все это обрисовывается в недельной главе Обратите внимание другое Вот в любой заповеди есть запретительная, поведительная заповедь Любые Заложены какие-то наставления какой-то смысл для нас Например, не знаю там Цицит это Помнить заповеди Всевышнего Филин Связать свой разум и сердце к Всевышнему У каждой заповеди есть смысл Это не весь смысл заповеди но какой-то человеку дает понимание ощущение исполнения и так далее А какой урок преподает нам заповедь избегать раздоров Что именно разрушает раздор Почему так всегда очень сложно Противоположность раздору, говорят мудрецы Это заповедь любить ближнего, как самого себя Есть заповедь любить ближнего А ты поступаешь наоборот Вот и все Суть этой заповеди создать единство А единство, для чего нужно единство Оно вызывает также единство между Всевышним и людьми Это одна большая получается всемирная семья Ведь для Бога есть один, вот и все дети его Мы говорим, как, ну мы же Да все дети Правило такое Любить ближнего, как самого себя Точка, я Господь То есть это такое же, как не убей Такое же, как не укради и так далее Когда человек любит ближнего Всевышний является третьим участником этого чувства И не может быть любви между двое, между третьего А суть Маклохеса таких раздоров Это разделение, разрыв связи Это разделение, по сути своей, отделяет одного человека от другого Одну страну от другой И всех от Всевышнего Когда человек сердится на друга, на товарища или на кого-то Он сердится на кого? Внимание, на кого? Правильно На Всевышнего Это и есть определение раздора Поэтому грех обладает такой колоссальной силой Когда два человека отдаляются друг от друга В этом действии закладывается разрыв их связи со Всевышним А это источник Дальше уже все беды появляются остальные И еще один урок интересный нашей отдельной главы Очень сложный, не понятый до конца Сила никогда не решает конфликты Ведь что произошло? Великие маше Чудеса великие И не было никогда такого решительного вмешательства Как чудо, которое разверглась земля и поглотило короха Однако это не решило проблему Больше это усугубило проблему После того, как произошло это Все, кто подняли и не принимали участие в восстановлении Весь народ встал утром и сказал Вот убийцы, вы убили народ Бога и так далее А кто разрешил конфликт? Маленькое чудо, которое показало, что посоха Аарона расцвел И он стал источником жизни О чем здесь разговор? О чем? О очень простом Нельзя думать, что я вот сейчас Надо думать, конфликт это когда обе стороны довольны, к сожалению Хочешь или не хочешь И теперь самое главное Чтение недельных глав Короха обычно приходится к концу месяца Томуса Или совпадает так и у нас с нами У нас с вами рожходыши Начало месяца Томус символизирует, что закончились три четверти текущего года И начинается четвертая часть, состоящая из трех месяцев Томус, Аф, Элу Томус, Аф, Элу Это уже период раскаяния Это все уже Это уже можно прикоснуться Между Рошошана и сыновьями Короха есть связь Вот в нашей недельной главе Перед трублением Шафар Есть кто знает В семь раз произносят 47-й псалом Псалом сыновей Короха А чем заслужили сыновья такое? Они раскаялись в последний момент И по этой причине, вот накануне трубления в Шафар Говорят каждому человеку Пробудись, проснись, отдумайся И посмотри, что произошло с сыновьями Короха Они спаслись в последний момент Сейчас, перед тем, как человека записывают книгу жизни Надо взять себя в руки Поэтому глава читается в начале последней четверти года Чтобы научить каждого из нас Не ждать последние минуты Не ждать этого Рошошана Сейчас, за три месяца До наступления Рошошана Начать подготовку к этому дню Полностью удаляясь, в первую очередь Всех раздоров, склок И быть очень осторожным В взаимоотношениях с людьми в ближайшее время Три месяца решать будет Опять уже окончательная судьба всего Шаббат шалом Брахава от слахавчего Самого-самого лучшего Субтитры создавал DimaTorzok